Девчонки, ребята, всем привет! Кривой репортаж искренне ваш. Доброе, прекрасное утро! Посмотрите, какая красота за окном. Вы всё равно не видите, но я вам скажу так. Небо получистое. Ну, как сказать, и облака, и одновременно где-то солнце пытается вылезти. Короче, природа пытается бороться с пасмурным настроением, так же, как и мы. Потому что, когда я встаю, вот сегодня время уже, девчата, 11 часа, проснулась поздно. Когда я встаю поздно, я... У меня голова начинает странно работать, медленно работает, да? Вот когда я с утра посыпаюсь, у меня прям батарейка, я энергетик. Сегодня проснулась поздно, и всё, голова отключается напрочь. Покажи, что мы едим. А, что мы едим? А мы едим сегодня кашу, мы едим сегодня... У нас фруктовые пироги, у нас сегодня йогурт, масло. Каша по акции. 199 рублей взяли вчера. Вот эту, которая... Она так-то дороже. Прекрасная каша, ничего не имеем против каши. Если вы считаете, что каша – это бурда и баланда, ну, блин, ну извините. Как мне нравится, не ешьте. Вот. Пьём кофе, а едим йогурт, сливочное масло белорусское. А, что мы едим в завтрак? Девчата-подписчица спрашивают, что мы едим в будни. В будни мы едим точно так же. Что самое? Я просто не парюсь с заваркой вот этой каши, ну, чтобы не подогревать молоко. Творог, Марик ест творог, я хлеб с маслом, сыр еду. Ну да, нет, кашу иногда бывает там. Я ем дорогой сырок, мне его опять отдали, потому что Марик ест и так творог, и кашу, и в общем... Всё вместе. Вот, очень вкусно. Какие сегодня планы? Сейчас буду работать. Ну, может, ещё пропелисушим, надо пропелисушить. У нас вчера был потрясающий эксперимент, мы вчера... А, значит, мы вчера сняли антену. Это не потрясающий эксперимент, это просто у дочки. И поехали, позвонили дочке, и говорим, на дачу не ездили, потому что, ну, холодно там возиться. У меня мама сама, она с дачи приезжала, говорит, прохладно, говорит, и дома переночевать, там помыться. Ну, вот такие вот, какие-то дела у неё были. Вот. И, значит, мы поехали к дочке. Говорим, давай собирайся. Прямо с малышкой. Поехали в доме яме ездить. Она говорит, поехали. Она сейчас, девчата, значит, какая у нас история? Оказывается, сейчас вот расскажу предысторию всего, почему она сейчас стала кушать, ну, то, что хочет, хотя кормит грудью, так всё. Предыстория такая, малышка плачет и плачет ночью, не спит. И это, и как бы днём и ночью орёт, и непонятно что. И сколько не приходило врачей, говорят, у вас колики, у вас то, всё. Детский спамезан выписали, какой-то там лекарствами. Лекарствами, крупная водичка вообще у нас постоянно на столе стоит. Всё. Дочка тоже из-за этого нервничает, мало спит, зять на работе, рвётся с работы, чтобы девчонку взять на руки, покачать. Ну, в общем, такая история была, да. Сейчас малышке наши полтора месяца. И тут, видно, они дошли до отчаяния, потому что, ну, как бы, хватает молока или нет, ты не поймёшь, потому что молоко, оно как бы идёт, и ты не понимаешь, высасывает ребёнок сколько, ты же не можешь в груди померить, да, вот это молоко. И, видно, они дошли до отчаяния, дочка покупает, я сначала ей купила нан, вот эту вот, обычную смесь молочную, вот. Ну, и там начались у нас проблемы, ну, не застолбсказано, с животиком, ну, за полики, вот. И потом взять, покупает какую-то, в общем, по совету дочери, они посмотрели там в интернете, поискали, потому что врачи говорят, типа, ой, нет у вас полики. И они решили докармливать, сами попробовать давать ребёнку побольше еды. Ну, у нас девчонка крупная родилась, она же родилась, вот, 3 700 с чем-то там вес у неё был. Ну, они упадут, да? Придерживай, придерживай, надо, пусть лежит, чтобы не забыть, убрать. Я уберу. Вот, и они купили какую-то жутко дорогую смесь, смесь девчата, какая-то на козье молоке, 400 грамм, 3000 грамм. Стоит вот эта баночка. Девчат, очень дорого, но оно себя так оправдало. Они, короче, стали подкармливать этой смесью. Девчонка съедает до 100 грамм этой смеси на козье молоке. Вот, вот, как будто ребёнка подменили, спит хорошо, улыбаться начала вчера, спокойненько. Мы вот это, ну, она, знаете, она комбинирует, потому что всё-таки молоко, грудной, это иммунитет. Она старается комбинировать, исцеживать и своё молоко, и вот это козье молоко. Вот, девчата, вот как будто ребёнка подменили. Это вообще. А чё, она говорит, а чё я знаю, у меня первый ребёнок. Понимаете, я подсказать не могу, потому что, как бы, ну, как бы, это, понимаете, это индивидуально. То есть, ну, хватает молока, не хватает, ты не можешь это понять, реально. Вот. И, короче говоря, вот такая вот история, что с Альдакармой всё в порядке. У меня, кстати, в своё время тоже такая была история, тоже. Мы, как бы, у нас семья-то не молочная абсолютно. Вот. А к чему я рассказываю? Вот мы взяли ребёнка, поехали вчера поесть в том ям. Точка уже, как бы, ну, по диете, она уже спокойно. Там она знает, например, если она, например, с утра сцедилась, то она может вполне, как бы, ну, что-то покушать днём такое. И, ну, что, у ребёнка не будет там ни аллергии, ничего. Просто она даст сначала своё молоко, а потом она докомит вот этим козьим молочком. Вот. И мы спокойно поели, вот, том ям всё. Малышка рядышком не плакала, ничего. Вот Марьяка её потом на ручки взяла, покачала, и, в общем, всё в порядке. И мы думаем, что, возможно, мы ведём такую практику, что куда-нибудь на выходные, если на даче никаких дел не будет, а на даче всегда есть дела, ну, мало ли, вот, получится. Так что, вот, можно куда-то будет поехать. На два дня мы спокойно какой-нибудь город сможем посмотреть, взять дочку с малышкой и провести хорошо время. Вот у нас такой опыт, что с маленьким ребёнком, с грудным, оказывается, можно ещё и отходить от дома, не только в поликлинику и гулять в соседнем парке, ну, и спокойно куда-то передвигаться. Если есть машина, сели в машину, у нас автолюлька, всё, поехали. Вот. Вот такая вот история у нас. Вот такой вот потрясающий опыт, в плане, что можно вполне быть мобильным. Вот. Ну, да. Так, что ещё? Сегодня. Я тебе вкусную. Пока я не видела? Девчат, вы это видели? Чего молчить-то? Пишите быстро комментарии, пишите, что объедают. Вот. Ну, я продолжаю. Да на, ешь, конечно. Я не хочу, у меня же живот лопается. Я не хочу вообще не смотреть на еду даже. Вон, шоколад какой-то. Я смотрю, глянь, у кого-то балкон завалил, у кого-то чистый. Так, сегодня. Сейчас, значит, Марик садится работать. Я ставлю говядину на борщ. Пока у меня варится говядина, я промою, успею помыть перво-вторые этажи. Я, кстати, про полис тоже. Я всё сама сделаю. Это не твоя забота, сиди работаю. Ну, давай я пишу тебе, пожалуйста. Значит, девчата, что хочу сказать. Я открыла для себя большие плюсы в чёрных полах и чёрной зоне кухни. Почему? Вот у нас же, он же прям полностью плитка. Да, видна вся грязь. Если, например, на светлом я где-то там бетон жирное могу и не заметить, развод, да, то здесь я вижу всё, и я прям... Это в квартире чистота, те же. Всегда чисто, потому что ты всегда протрёшь там всё. Я, конечно, ничего не могу сказать. Мы в будни бывает, что и не следим за квартирой. Ну, то есть мы готовимся, потому что некогда. Мы приходим, вот у нас ровно час вечером, утром полчаса, чтобы собраться, мы в 6 встаём, в 6.30 мы уже выходим из дома, 6.35 у нас выходят из дома. А вечером мы приходим, ну, порядка 9 вечера, а раньше мы никогда не получили. А как мы успеваем, да, вот сесть, ещё поесть, пообщаться? Ещё моют с утра, обязательно там душ, это одеться. Как успеваем? Я не знаю, ну, мне кажется, солдаты так не успевают. Да, и мы за час, и я сейчас расскажу, как я успеваю. Девчата, вот эта вот причина основная, почему у нас в основном такие вот утренние мукбанги, либо мы снимаем мукбанги, ну, в течение дня по выходным, потому что мы, к сожалению, в будни мы не успеваем. Если бы я не работала, я бы хоть каждый день, пожалуйста. А тут это, значит, как? Вот я прихожу, например, в 9 вечера, да, марика есть, марики нет, дома это не важно, потому что я знаю чётко, что мне надо делать. Я, значит, бросаю все вещи, я мою руки и достаю сковородку. На сковородку я бросаю замороженные овощи, либо мясо, либо что-то, потому что, как правило, я, ну, у нас ужин, как правило, это мясо, любого вида мяса, рыба, либо индейка, либо курица, и овощи свежие. И потому что мы какие-то там придерживаемся какого-то правильного питания, стремимся, но нет такого, что у нас правильное питание занимает 70% от рациона, вот, всё остальное 30% это у нас в будни, там, в выходные, вернее, фастфуд, всякие вкусности, там, вот эти вот сырки, там, пирожки и всё остальное, пожалуйста, вот. Ну, а как происходит, то, что мы любим, мы любим, вот, клетчатку мы любим, вот, мы едим практически одно и то же, вот, кроме того, что вот я творог, пренебрегаю, к сожалению, творогом, но. Кстати, Репея, вот кто-то говорил, ну, как помешают тебе в разовом, смотрите, кто-то говорил, там, какая-то женщина, вот, ничего не готовите, а я скажу, продукты, которые сильно прям обработанные, да, нужно взять котлету, да, или взять свареная, там, потушёная курочка, она, ну, более полезная, то, что не сильно обработанная, да, хотя вкусно котлеты, ничего не скажешь, да, но взять курицу кинуть, так быстро потушить, овощи порезать, это вполне, ну, курицу, да, я ещё скажу, вот я прихожу, значит, я пришла, раскалила сковородку, кинула, предположим, ну, возьмём курицу, да, например, куриные бёдрышки там, да, или филе куриное, кинула, я знаю чётко, на какую температуру мне плиту надо ставить, чтобы эта курица не подгорела, я без масла, девочки, я на раскалённой сковороде, я лучше добавлю немножко водички, ну, просто, как правило, у людей старше 45 лет или 40, проблемы с сосудом практически у всех, и чтобы не забивать себя холестерином сосуды, я стараюсь на масле не жарить, да, я не жарю на масле, я вот на раскалённой сковороде, вот, воды, вот, как хорошо, что в своё время спортивное было прошлое, как занималась спортом, знаю, как что-то приготовить, да, там уже про питание, да, там нас очень натаскивают по поводу питания, на, вот, я училась, у меня фитнес-тренер ещё, диплом, вот, ну, и, короче, вот это вот я всё ставлю на определённую температуру, я иду в ванную, я знаю, что спокойно 10-15 минут ничего с моим мясом не случится, не подгорит, ничего, я выхожу, оно ещё в полуготовности, да, я прибавляю огонь, я смотрю по, ну, визуально, как это всё выглядит, там, прибавить огонь, убавить, да, пока у меня мясо доходит, дожаривается под крышечкой, я режу салат, за это время я успеваю порезать салат, приходит Марика тоже, идёт в душ, тоже какие-то свои там процедуры, которые необходимы, выходит всё, мы свеженькие уже всё после душа, и у нас ужин готов, ужин, и вот часть вот того, что мы нарезали там салат и мясо, мы берём на ребён, ну, то есть я как бы готовлю на 4 порции, так происходит каждый день, как правило, у нас каждый день что-то свежее, ну, то есть я рассчитываю порционно, чтобы не надоедало вот это всё, вот, и мы питаемся, мы не то что аскеты, да, мы любим вот определённую вот, не надоедает, да, не надоедает, вот, вот, как бы, вот мы утром налегаем на молочное, это могут быть яйца, это может быть заварная каша, это может быть, что у нас тут ещё, творог, вот, вечером и днём это может быть мясо-клетчатка, время от времени варю супы, поэтому, как бы, вот, ну, я не знаю, да, разнообразие не отличается, но с другой стороны, вся еда, она, по сути, здоровая, питательная, и... А, фрукты, вот, фрукты, вот, сейчас вот, девчата, сейчас я покажу, вот, просто не для камеры, сейчас не стала ставить, ну, как, вот, вот, что мы, например, вот летом, вот, сейчас я покажу обычный набор наших фруктов. Это идёт человек, который смеётся, это иностранная версия. Вот у нас, девчата, фруктовая тарелка, это вот то, что у нас стоит всегда в будни и выходные, это на столе, ну, как бы, вот, постоянный участник интерьера. Виноград, абрикосы, апельсины, зимой яблоки, бананы, потому что фрукты очень дорогие. Слушай, пойду я работаю? Давай. Хорошо? Давай. Я ещё дозавтракаю. Если хочешь, потом, ну, если поработай долго, может быть, если дождя не будет, сегодня дождь будет. Ночью вчера шёл, вечером... Я тебе могу сказать так, что первый полгода у меня тоже занято, у меня будет борщ, и будет у меня сборка дома. Ну, выйти на вечер, на минут 20, просто по району. Там всех много пооткрывалось, висит объявлений, что открылось, что-то откроется, там мясо в магазине. Ну, просто пройтись поснимать, может. Можно. Если хочешь. Магазин мясо у нас открылся, не знаю, как по ценам. Откроется. Откроется. Как висит объявление, а что-то. Вот, девчата, что я могу сказать, вот в таких кварталах, я вам могу точно сказать, что цены всё-таки выше, чем где-то вот в старых районах обжитых. Знаете, почему? Чисто коммерческий вход. Люди здесь не получали квартиры. Здесь люди все купили квартиры. И почему-то... С ипотеками, с ипотеками, да. Но почему-то люди, которые... Ну, арендодатели, которые сдают арендаторам свои помещения, эти арендаторы, они думают, что здесь живут люди состоятельные. Большие заблуждения, конечно. Вот. И цены ставят выше. Но что хочу сказать. Ребят, в домовом чате вот пишут про божественный запах шашлыков, которые раздаются из армянского магазина. Они там начали... Они поставили мангал, короче, внутрь в магазине. Стали жарить шашлыки. А вытяжка идёт наверх туда. На верхних этажах. А в той секции, это секция для меня квартира, там, короче, в этой секции 15 этажей, да, по-моему. И там сверху, лет, пахнет шашлыком. Сверху. Не тут, а там, там, третьем. А именно сверху. Ребят, запах-то вкусный, но я зашла туда. Во-первых, это стоит дороже. Значит, если в спаре стоит 1490 за килограмм шеи, по-моему, по-моему. Ну попробуйте, может, а там 1690 за килограмм. Слушай, а может у них там отпадная какая-то? Я не знаю, но внешне мне что-то вообще не понравилось шашлыки. Они какие-то сухие, и мне кажется, они эту палку с шашлыком подогревают уже не первый день. Я не в восторге, и в последнее время я даже не слышала, что кто-то писал о шашлыках, может, они перестали их жарить. Там же сейчас сезон летний, люди сами жарят. Мне не понравилось то, что я увидела, я думаю, нет. О, друзья, это звонит. Все, девчонки, пока. Увидимся.